23 декабря в Бличепсинском сельском поселении прошел сходы граждан. В нем приняли участие глава Кашхабльского района Заур Хамирзов, прокурор района Евгений Зиновчик, начальник межмуниципального отдела МВД России Кашхабльский Анзаур Гишев, начальник ОГИБДД МОМВД России Кашхабльский Аслан Дауров, ведущие специалисты администрации района, руководители различных организаций и предприятий района, старейшины и жители АОВА. На повестке дня было три вопроса. Первым с докладом о проделанной работе выступил глава поселения Юра Шовгенов. На данный момент ведутся работы по составлению проектно-сметной документации по реконструкции для вхождения в федеральную целевую программу Минсельхоза России устойчивого развития сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года. В части строительства и реконструкции автомобильных дорог, ведущих к общественно значимым объектам сельских населенных пунктов. Большим событием стала реконструкция внутреннего убранства мечети, которая была проведена благодаря усилиям и личным участиям жителя нашего аула Дышековым Адамом Овесовичем, за что ему неимоверно благодарны. Администрация района и поселения первоочередное значение придают полноценному функционированию социально значимых объектов, расположенных на территории аула. Так, в этом году при поддержке и непосредственном участии администрации района в рамках программы «Доступная среда» в средней школе были выделены средства в размере 1 миллион и проведены работу по этой программе. Кроме этого, оказана материальная помощь в ремонте школы на сумму более 130 тысяч рублей. Администрации поселения оказана помощь в приобретении 60 банок краски на сумму 13 тысяч рублей. Детскому садику 4 заменены окна актового зала и дымоходы в котельной на сумму более 120 тысяч рублей. При содействии администрации поселения была приобретена косилка на сумму 12 тысяч рублей. К детскому садику номер 5 администрации района произведен ремонт электропроводки по всему зданию на сумму 148 тысяч рублей. Произведен ремонт канализационной системы на сумму 46 тысяч рублей. Заменены дымоходы в котельной и выделены средства в размере 30 тысяч рублей на текущий ремонт. В своей работе администрация поселения руководствуется принципом решения первоочередных задач. Так возникла необходимость замены окон во врачебной амбулатории в связи с тем, что в процедурных кабинетах невозможно было соблюдать комфортную температуру из-за ветхого состояния деревянных окон. Администрация пошла навстречу медикам, изыскала средства и были поменены 9 окон. Немалое значение администрации уделяет и благоустройству аула. В этом году администрации поселения удалось приобрести и размести в разных частях аула две игровые детские площадки на сумму 190 тысяч рублей. Личепсин всегда славился инициативными и неравнодушными людьми. И в этом году наш житель Балоков Мурат Адамович изъявил желание приобрести и установить в южной части аула комплект детской игровой площадки. Низкий им поклон за это. В сотрудничестве с Центром занятости населения администрации ежегодно берет по договору работника на сезон для кошения травы. В этом году был нанят работник на 4 месяца, а потом еще на 3 месяца для ухода за родником. Очень признателен Брантову Якубу Азаматовичу, который организовал своих друзей, и в течение двух дней скосили территорию родника, который к тому времени сильно зарос. Засоренности территории поселения оказывается большое внимание. В течение года на средства администрации нанимался бульдозер, который производил капитальную расчистку свалки. Кроме этого, Ниров Адамович предоставлял на один день мощный бульдозер. Помимо этого, наш экскаватор один раз в неделю выезжает на расчистку свалки. Хочется отметить, что население стало сознательнее к выбрасыванию мусора в неположенных местах. Администрация уделяет внимание проведению культурных мероприятий. Работники культуры и школа всегда участвуют на различных культурных мероприятиях и конкурсах, проводимых и в республике, и в районе, и у себя дома. Но большим вопросом оставалось ветхое состояние дома культуры. После каждого сильного ветра крышу сносило, приходилось своими силами кое-как приводить в порядок. Из-за неудовлетворительной работы системы отопления в зимнее время невозможно проводить занятия танцами и другие мероприятия. Благодаря усилиям председателя Госсовета ХАСа Республики Адыгея Кумпилова Мурата Корольбевича капривон здания ДК включен в республиканский бюджет отдельной статьей. Работы начнутся уже весной следующего года. На следующий год администрации района «Наши» два садика включены в программу «Доступная среда» по 1 миллиону рублей. Много лет администрация вместе с жителями северной части аула занималась проблемой недостаточного давления газа в этой части аула. Включили в план ремонта на 2015 год. В том же году подготовили проектно-сметную документацию. На данный момент проводятся работы по установке и подключению ГРП по улице Северная. После ввода в эксплуатацию надеемся, что проблема недостаточного давления давления в этой части аула газом снимется. Многие жители просили, если будет возможность установить банкомат Сбербанка России в ауле. Недавно мы встречались с руководством адыгейского филиала Сбербанка России, приезжали осматривать возможные места установки. Получили предварительное одобрение от всех заинтересованных сторон. На сегодняшний день администрации решается вопрос о замене окон спортивного зала, расположенного в здании администрации, для полноценного функционирования и секций бокса, и двух секций спортивной борьбы. Помимо достижений, есть много вопросов, на которые администрация должна обратить внимание должным образом. В первую очередь, недисциплинированное поведение нашей молодежи на дорогах. Не только администрация не дорабатывает в этом плане, но и сами жители должны нетерпимо относиться к хамскому поведению на дорогах. Только совместными усилиями мы сможем обуздать тот шквал правонарушений, которые творятся на наших дорогах. Далее слово предоставили участковому полномоченному Артуру Ворокову. На сегодняшний день достаточно сложной остается ситуация с правонарушителями в подростковой и молодежной среде. Участие в молодежи отсутствует навыки адекватного поведения. В большинство правонарушений явно просматривается вина взрослых, родителей и их личный пример. Хочу отметить, что кто виноват в том, что дети до 2-3 часов ночи гоняют на машинах по АУ. Затем директор школы Мария Тмикулова поблагодарила всех тех, кто всегда им оказывает всяческую помощь. Юрий Махомедович в 2014 году выделил 44 тысячи рублей, когда было установлено около 6 окон. Дышек Адам Авесович около 100 тысяч рублей установил окна в спортзале, установил окна на этажах. В 2015 году, да, и администрация выделила нам тогда около 55 тысяч для того, чтобы сделать ремонт. За 2015 год Балоков Магомед Адамович выделил нам 70 тысяч рублей. Это были потрачены на ремонт школы. Ниров Адам Мусович 100 тысяч рублей. Это были материалы на водопровод, установка умывальных раковин. Все первые начальные классы были установлены умывальные раковины. Девяти кабинетов. Балоков Аслан Сальманович в два раза выделял нам саженные посадки, новогодние маленькие елочки, которые вокруг школы. Это дал нам Балоков Аслан Сальманович. И также в прошлом году он нам привез новогоднюю елку. В этом же году Шиков Беслан Мусович 25 тысяч нам выделил для приобретения очень хорошей искусственной шикарной елки 4-метровой. Администрация района в 2015 году выделила около 85 тысяч, чтобы сделать нормальную канализацию, которая не была у нас в школе. В этом году администрация выделила также 85 тысяч на ремонт отопления. Это были куплены разные насосы и так далее. Для того, чтобы привести отопление в порядок. И, естественно, все эти ремонты, все строительные работы, все, что в школе делается, это видят и родители, это видят и дети. Следующим словом взял прокурор района Евгений Зиновчик. Значит, результат рассмотрения двух уголовных дел. Это два ДТП, в результате которых погибли люди. Значит, одно ДТП имело место быть на территории Дмитриевского сельского поселения. Значит, было ДТП совершено жителям Молоплечи Псинтлимаховым. Погибло два человека, погибла женщина и погиб несовершеннолетний ребенок, которому было 14 лет. Вот, значит, он осуден судом к 5 годам и 8 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Значит, данное наказание, оно было обусловлено тем, что он в марте месяца освободился из места лишения свободы за совершение точно такого же преступления, за которое отбывало наказание в виде 4 лет лишения свободы. Там тоже погиб человек. И второе уголовное дело, это, значит, уголовное дело в отношении Шакова. Также, значит, по 264 части 4 состояние алкогольного опьянения погиб человек. Получил два года лишения свободы с отбыванием в колонии поселения. Значит, вот, что я хочу сказать. Данная позиция относительно наказания, она принципиальна и последовательна, и выработана единое понимание этой ситуации и судом, и нами. И хочу сказать, что все лица, которые садятся за руль в состоянии алкогольного опьянения, совершают ДТП, и если в этом ДТП страдают или погибают люди, будут заключаться под стражу и будут однозначно нести наказание, связанное с лишением свободы. И очень много людей, которые попадают за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения под уголовную статью. Там, конечно, наказание более мягкое, но тот, кто попадается вторично, второй раз, тот тоже отправляется в места лишения свободы. Такая политика, она достаточно жесткая, но она себя, я думаю, оправдывает. Она направлена только для того, чтобы добиться того, чтобы как можно меньше людей в этих ДТП страдало и погибало. Большая просьба и большое пожелание. Не садитесь за руль в состоянии алкогольного опьянения. У нас и так других бед хватает, других проблем хватает. Если вот это и вот одной будет меньше, то, я думаю, это будет очень большой плюс. В районе наметилась тенденция к созданию добровольных народных дружин. Своё мнение по этому поводу высказал начальник межмуниципального отдела МВД России Кашихабльский Анзо Ургишев. По профилактике вы поднимали вопрос по молодёжи, да? Значит, я вам довожу, есть 44-й федеральный закон о создании общественных дружин правоохранительной направленности. Значит, в настоящий момент именно с АО «Бличипсин» 10 человек нам подали списки. Значит, эти люди сейчас проходят проверку. После этого они будут проходить регистрацию. Где-то в январе эта работа будет завершена. И зарегистрирована будет общественная дружина. По традиции, в заключении схода СОО было предоставлено главе Кашхабского района Зауру Хамирзову. В своём выступлении он отметил всю важность проведения подобных мероприятий, дабы из первых уст узнать о существующих проблемах и пожеланиях жителей поселений. Также он рассказал о социальных программах, в которые вошло Бличипсинское сельское поселение. Ещё выразил благодарность председателю Госсовета ХАС Республики Адыгея Мурату Кумпилову за выделение средств на ремонт Дома культуры. В продолжении выступления Заур Хамирзов затронул вопрос создания народных дружин. Эти образования будут созданы во всех поселениях района. Затем жители АО смогли задать интересующие их вопросы, на которые они получили исчерпывающие ответы.